Вот спереди вас виску это есть. Мы находимся в горах в Карме, где очень много пещер. В этих пещерах жил неандертавец. Жил доисторический древний человек. Примерно последние останки 20 тысяч лет назад. У места Хараба были хорошие отношения с евреями. Поэтому, когда была война за независимость, они никуда не побежали и остались здесь жить. Это тоже заповедник. Дальше есть заповедник, который так и называется, пещера древнего человека. Там есть экскурсии, там есть раскопки, которые прямо показаны по слоям. Какой слой, к какому времени относятся. Тут люди жили много десятков тысяч лет. Процент на израильской реальность. С одной стороны колечки забрасываются на цветы. А сзади бананы? А сзади бананы. Все совмещается в одном месте. Сегодня не очень жарко, приятно. Поведник на Хальмя-Рот. Река пещер. Там есть пещера древнего человека с объяснением, с раскопками. Довольно интересно вообще для детей посмотреть. Вот здесь вот вход, где он поднимается. Круг вокруг человека есть красивый пешеходный маршрут. Тебе нужно пять-шесть. О, пещеру видно, Игорь. Отсюда пещеру видно. Вон есть две громадные пещеры, в 20-е годы раскопаны британскими археологами. Вот та, которая слева называется, Генератор Танур, типа печь. Потому что у нее сквозное отверстие вверх, с которым видно дым выходило, еще что-то. Там раскопки обнаружили остатки древних людей, которые жили 50-60 тысяч лет в этих пещерах. На них можно подняться по ступенечкам, посмотреть, послушать. Там есть хизарион оркули, как это называется по-русски. Панорама типа с объяснениями. Вход в эти пещеры платный. Вот заповедник платный, не в пещеры. Но не стоит много денег. Стоит 4-20, наверное. Вот здесь касса. Вот это вот дикая пшеница. Могу ее одну сорвать. Это протец всей существующей в мире культивированной пшеницы. Согласно профессору Арнсон, такой был в начале XX века, который доказал, что это является матерью всех пшениц. А вот это вот дерево, среднезиноморский дуб, если к нему подлезть подойти, у меня желоте, как в Европе, а листья маленькие, чтобы на солнце меньше влаги теряли. Если к ним влаги, как степа ельку, то порога не добавят. Только сейчас забрались на очень большую водку. Илюха, газу! Такой классный подъем был. Давай, заряжай, Илюха. Где там? Заряжая пушка. Заряжай. Харьковский текстильный завод. Не напрягайся, дай назад, а ты только загранируешься. Чарль, в принципе, тоже. Илюха приготовил нам сюрприз. Как вам вино из хевронского винограда красного? Пссс. Илюха, прирожденный вино один, мы это оценили. Я рад, что кому-то понравилось. У меня жена спрашивает, зачем только много вина, чтобы с ним делать будем. Как это штука? Ты покажешь эпизод из этого фильма, а у него сразу все пошли. Прекратятся. Это сейчас пойдет в общество вредителей природы. Ладно, крест, пузелей. Чувствуется, что мы приближаемся к половине путешествия. Это же будет дальше. Илюша так подобрал по дороге. Завалялся. Грейпфрукт оказался очень вкусный. Завалялся еще причем не один. Наш традиционный чай. Сулугуни. Кто с нами не поехал, пусть сейчас зальется слюной. Ну и всякие вкусности. Домашнее вино. Да. Все как положено. Последняя часть маршрута пассивила. Удачное завершение удачного мероприятия. Да. Класс. Тебе долить? Нет. Не вот так вот. Я тебе противорит. А вот, да. Видимо. Сколько тебе? Сколько тебе? Раев, что ли, не видишь? Раев, что ли?